Президент обязан утвердить на должность премьера кандидата, предложенного формальным парламентским большинством. В случае отказа его могут временно отстранить или отправить в отставку. Такую трактовку соответствующей статьи Конституции по запросу депутата платформы «Да» Игоря Мунтяну дал Конституционный суд. Обращение касалось интерпретации трёх статей высшего закона страны, касающихся назначения премьер-министра. Конституционный суд подчеркнул, что полномочия президента при выдвижении кандидата в премьеры ограничены. При наличии абсолютного формального парламентского большинства президент обязан утвердить кандидата этого большинства на должность премьер-министра. В отсутствии парламентского большинства президент вправе предложить своего кандидата, не принимая во внимание мнение парламентских фракций. В то же время Конституционный суд подчеркнул, что глава государства должен быть политически беспристрастным при выборе кандидата на должность премьера. В случае отказа президента утвердить кандидата в премьеры, предложенного формальным парламентским большинством, эта ситуация должна решаться исходя из статьи 89 Конституции, предусматривающей отстранение и отставку президента. Другими словами, в случае серьезных нарушений, противоречащих Конституции, президент может быть отстранен парламентом голосами двух третий депутатов. В случае утверждения отстранения, максимум в 30-дневный срок, должен быть проведен референдум по отставке президента. Получить комментарий в администрации главы государства пока не удалось. Пресс-секретарь Кармена Стерпу не ответила на наш запрос. Депутат платформы «Да» Игорь Мунтяну обратился в Конституционный суд в середине июня, когда парламентская фракция, в которой он состоит, выступила с вотумом недоверия правительству Кику.